Какой врагим? Воу, воу, воу. Точное ощущение, что это мне привиделось. Может, меня уже глючит? Остановитесь. Надо провести расследование. Это неприлично так делать. Шняга. Идешь, короче, в магаз, покупаешь попкорн. Потом завариваешь себе там чего-нибудь. Слушай, это прям сейчас лайфхак был. Хочется людей, хочется их потрогать. Вау, охренеть, в России столько людей. Как это так вышло? Охренеть, сколько людей. Я устал, я ухожу. Хорошая отсылка, кстати. Я уверен, мы все будем там. Атмосфера, конечно, потеряна. Всем хорошей анимации. Привет. Это подкаст «Кто здесь аниматор?». Меня зовут Николай Худяков. Меня Андрей Тренин. Мы уже несколько лет организовываем мероприятие «Слёт аниматоров», изучаем рынок анимации, следим за трендами. Подкаст мы приглашаем профессионалов из индустрии и расспрашиваем их о том, как делают мультфильмы. Партнер подкаста школа анимации «AnimationSchool.ru». Это тоже наш проект. Этот подкаст был записан до Нового года, но Новый год уже наступил. Поэтому всем с Новым годом. Сегодня у нас в гостях Ибрагим Баташев, аниматор студии CGF. Ибрагим, привет. Привет всем. Я бы тут добавил, наверное, что Ибрагим, помимо того, что аниматор, он активный деятель анимационного сообщества. И, в принципе, сегодня вокруг этого, наверное, и будет у нас весь подкаст. Вокруг самоорганизации сообщества, что ли. Я не знаю. В общем, да, мы поговорим про сообщество аниматоров и про оффлайновые мероприятия в нашей индустрии, куда вообще ходить, чем они отличаются. Вот это вот всё. Но для начала, Ибрагим, скажи, пожалуйста, коротко о себе. Где и кем ты работаешь? Как пришёл в анимацию? Окей, давайте очень коротко на эту тему. Я учился в финансовой академии и думал, что буду экономистом. В принципе, судьба у меня в эту сторону складывалась. Четыре года я отработал анимационным аналитиком. Но потом стало очень скучно. Я начал думать, что было прикольно снимать видео. И как-то постепенно я начал делать эффект, узнал, что есть различные курсы и узнал, что есть анимация. Я начал учиться на аниматора, и меня это как-то попёрло. Я очень этим вдохновлялся. Это было прям спасение от какой-то как бы рутины. И постепенно я понял, что хочу этим заниматься. И пришёл, уже выходит 6 лет назад, так скажем, на путь аниматора. И с тех пор я работаю аниматором. Как ты сказал, на текущий момент я работаю аниматором в студии CGF. И к удивлению, вот я 6 лет работаю и до сих пор не устал от этой всей деятельности. Наоборот, всё больше и больше меня это вовлекает и входит, скажем так, во всю мою жизнь. А как пришёл в профессию? Ты где-то учился, сам учился, в школе, в какой-нибудь... Нет, я учился в школе на тот момент, это было 6 лет назад, по-моему, где-то, ну плюс-минус. Да, было две школы, анимэшн скул, который я тоже, кстати, почему-то постоянно назвал анимэшн клаб. Мне кажется, это какая-то у всех болезнь. Она была, было раньше у нас там с брендом проблемки. Да. И CGTarian.ru были две школы на тот момент, о которых более-менее в интернете была информация. Я на тот момент выбрал CGTarian, учился в русскоязычной школе, а там их две. Там есть американский флиал и русскоязычный. Я отучился в русскоязычной школе, и мне там как-то повезло, через где-то полгода, наверное, после обучения, у Дастудии я увидел объявление, что они набирают людей, кто хочет у них бесплатно поработать. А мне было без разницы, то есть главное попасть в индустрию. Вот. Я написал преподавателю моему, что вот такая-то дастудия, знаешь ли ты что-нибудь о нем и так далее. Мне ответили, что ну да, есть такая студия, но если ты хочешь поработать, приходи к нам. И я так попал на Мостфильм, на дочернюю студию Базилевса, которая делает мультсериал «Алиса знает, что делать». И самое смешное, я устроился на работу 1 апреля, и накануне до этого я пишу HR-менеджеру «Добрый день, это Иврагим, мне завтра приходит или как?» И она мне отвечает «Какой Иврагим?» И я такой «Что?» А я уже уволился, я уже совсем попрощался. Но, к счастью, все сложилось удачно, я пришел, меня там встретили, все показали, начали обучать анимацию. Не анимацию, а я начал с чистки motion capture. И где-то первые 2-3-4 месяца я этим занимался, потом по чуть-чуть начали давать анимационные сцены. Как обычно бывает, первая моя анимационная сцена, она была настолько великолепна, что ее не включили в мультфильм. И другой аниматор эту сцену с нуля передел абсолютно полностью. А я еще всем рассказал, что все, я аниматор, я добился, моя сцена в мультике, и мы все смотрим, и этой сцены нет. Ну это было прям очень эпично. Вот. И, ну, после этого потихоньку все как бы наладилось, и я начал вливаться в эту тусовку, общаться, знакомиться со всеми и как-то в ней находить себя. Кстати, знаешь что? Вот Ибрагим сейчас сказал про то, что бесплатные курсы, да, на Дастудии? Да, да. Это стажировка была. Кстати, они были не бесплатны, там, по-моему, 30 тысяч платили ребятам, которые делают сцены для фильма. И помню, эту стажировку проводили мы, то есть я, Дима Колпаков и еще, по-моему, Татьяна Полякова. Так что мы могли бы познакомиться там еще. Ну, в теории, да. Да, но, кстати, ты правильно сделал, ну, хорошо, что ты попал на Алису, потому что Алиса, она там, ты же потом работал на ней, да, там какое-то время, правильно? Да, я почти два года там отработал, даже больше. А, ну вот, а Сергей Радонежский, вот как раз проект, вот на Дастудии, который был, его закрыли. Так что тебе повезло, а то бы ты попал на проект, который сразу же закрыли, буквально через там полгода. Да, я про 1 апреля, я прям представил, как все внутри оборвалось, когда от таких шуток ты такой, типа, все, готовый тебе. Какой Ибрагим. Это прям уровень юмора 80-го левела, по-моему, у того HR. Да, хорошо. Окей. Ну, давайте поговорим тогда про твой телеграм-канал. Это такой интересный феномен в нашей индустрии. Ну, как бы он как раз около нас, мы тоже как бы собираем сообщество. Ты создал свой телеграм-канал с новостями из мира анимации. Там, ну, мы, разумеется, ссылку в подкасте оставим, там каждый день по несколько новостей выходит, ты прям видно собираешь эти новости по ходу, ну, как я понимаю, переводишь там, ну, то есть они какие-то с англоязычных источников, какие-то, возможно, даже с франкоязычных. В общем, много всяких интересных новостей. Кучу времени ты на это тратишь. И вопрос, а зачем тебе это? То есть это же куча регулярной работы. Ну, я думаю, что в какой-то степени это из моего как бы прошлого, потому что я когда работал в инвестициях, я был аналитиком. И хоть я сейчас в работе в творческой, в анимации, но вот что-то такое во мне как бы сидит, что любит иногда аналитически мыслить. И мне всегда была интересна анимация с позиции индустрии, как здесь все устроено, как работает финансовая анимация, потому что большинство аниматоров на самом деле это вообще неинтересно. Главное дать сцену и ее как-нибудь красиво санимировать. Я это понимаю, но мне еще интересна вторая сторона. И я всегда поэтому читал очень много новостей по поводу индустрии. Очень люблю отчеты всякие финансовые. Анализировать как-то и понимать, какие есть на рынке тренды. И еще у меня с друзьями до сих пор есть чат, в который я раньше прям пулял все эти новости один за другим. И я постепенно как бы заметил, что они устали от моих новостей. А летом был локдаун, я уехал на дачу, и делать было абсолютно нечего. Я смотрю, что все открывают какие-то каналы, все что-то публикуют. Я подумал, что вдруг, возможно, кому-то еще будет это интересно. Ну то есть чистый эксперимент. Я открыл канал и начал потихоньку туда публиковать эти новости, публиковать какие-то анимационные материалы, там туториалы какие-то, еще что-то, эссе. Вот, кстати, очень удивительно, но видео эссе об анимации в интернете на английском языке, их очень много, а вот в русскоязычном сегменте их практически нет. Вы начали делать с недавних пор тоже эссе, а до этого я практически их не встречал. А мне казалось это жутко интересно, когда человек рассказывает свою какую-то взвешенную позицию, не просто обзор на мультфильм, а рассказывает какие-то аспекты. И вот есть суперэссе про монтаж в анимации, допустим, у Сатоси Кона. Это такое эссе, я его раз в десять присматривал и понимал, что вот эту информацию я нигде не могу найти. И поэтому я открыл канал, долго думал над названием, в итоге все было забито, и я решил русскими буквами назвать его Post to Post. И идея была такая, что только человек из анимационной сферы поймет, что это такое, и зайдет туда. То есть человек, который не работает в индустрии, он не сможет понять, что это такое Post to Post. И в принципе, как я вижу по количеству людей, которые туда входят, ну да, это так как бы работает. На текущий момент канал небольшой, там 130 человек с небольшим. 136. 136, да. 135, там еще один бот есть, который я никак не могу удалить. Читают новости, смотрят, кто-то прокручивает, то есть там всегда по-разному выходит. У меня пока и возможности нет, и я не совсем понимаю, как получить фидбэк по просмотрам. Но, в принципе, основная цель этого сообщества на текущий момент, то есть она постоянно у меня меняется. То есть зачем я сделал этот канал, это каждый месяц у меня появляется новое понимание. Вот, на текущий момент это просто, чтобы был какой-то рупор, в который, ну, фильтр. Вот, на текущий момент очень много новостей об анимации, именно новостей. И они все находятся на различных сайтах, и это очень неудобно искать. Вконтакте куча пабликов об анимации, есть куча сайтов об анимации, куча YouTube-каналов. Я решил, по сути, сделать на текущий момент такой фильтр. Куда все эти новости попадают, это первое. А второе, я стараюсь, чтобы их было удобно читать. Не факт, что у меня всегда это получается, потому что я сам вижу, что некоторые новости, спустя какое-то время я листаю, я понимаю, что вот эту новость нужно было написать чуть-чуть по-другому, и как бы она была бы более интересна для аудитории. Но это то, зачем, допустим, этот канал осуществует на текущий момент. В будущем все-таки хочется это все дело расширить и найти какую-то аудиторию и людей, которые также заинтересованы во всем этом, и начать такую более, ну не то что глобальную, конечно, но чуть больше анимационную какую-то движоку на основе этого канала. А коммерческих целей ты никаких не ставишь? Если честно, на текущий момент нет, я слабо себе представляю, какие коммерческие цели я туда могу сделать. У меня ощущение, что есть читатели, которые думают, что я пишу новость, допустим, про Союз мультфильма, и они такие, а, эта новость, она, наверное, у него проплаченная. Нет. А я по-другому это все представлял. Ну, то есть, как я все понял. А, серьезно? Да, я все понял по-другому, то есть, когда, ну, я услышал информацию, ну, и как бы слежу за твоим каналом, во-первых, пост-у-пост, каждый день смотрю, потому что и утром, и вечером, по-моему, присылаешь, да, то есть, два или три раза приходит за день инфа. Нет, у меня... Ну, там есть, да, как сказать, дайджет всех новостей. Ну, в целом, это правда, да, есть утренний блог и дальше вечерний блог новостей. Да, ну, в общем, я когда услышал, то есть, тоже было интересно, ну, то есть, мы примерно тем же самым же занимаемся. Мы тоже постоянно постим новости, там, все остальное. И в самом-самом начале, когда Animation Club открывал, я тоже каждое утро приходил на работу, смотрел Google и выбирал, что мне интересно, постил, выбирал, что мне интересно. И это было, продолжалось там в течение года, может быть, я не знаю, постил и так далее. Вот, была задача тоже Animation Club развивать. Я думал, что ты, как бы, с какой целью делаешь то, что, типа, есть Animation Club, зачем я буду там тоже самое, по сути, делать? Я это увидел каким образом. То есть, ты специально сортируешь, ну, как бы, определенного рода информацию, так же назвал, да, что, ну, как бы, отфильтровал людей для создания узкой тусовки, узкой тусовки. Чтобы потом встречаться в оффлайне, ну, типа, знаешь, как CG Party или бар для аниматоров сделать. То есть, я вот так услышал эту всю информацию. Ну, то есть, это правильное направление? Или это у тебя просто поменялось уже, как бы, видение? Не-не-не, это все правильно, просто это планы не ближайшего года уж точно из-за ковида или локдауна. Вот, но да, то есть, есть такая цель, что в будущем году я буду стараться канал не только в новости развивать, а в плане того, чтобы попробовать как-то раскачать аудиторию и найти хотя бы человек, я не знаю, там, 5-6, которые прям активно заинтересованы в том, чтобы, как ты сказал, создать какую-то тусовку, может выйти в оффлайн, может еще что-то такое поделать. То есть, у меня были всегда идеи, может, они глупые, конечно, но я думал, было бы прикольно, наверное, допустим, взять все заставки Goblin, пригласить студентов в Goblin и устроить Twitch, как бы, трансляцию, и туда и самим залететь, и всем просто посмотреть эти заставки. И чтобы они параллельно рассказывали, типа, я эту заставку делал, я эту заставку делал, у меня такие-то коры были. И это делать онлайн, чтобы остальные аниматоры это смотрели. И вот именно не контент такой обучающий, а наполовину развлекательный и наполовину, ну, какая-то польза, может быть, из этого есть. И я всегда думал, почему так не делают тусовки какие-то, типа, такого, хотя бы начать с этого. А потом уже попробовать потихоньку, когда ты уже более-менее, ну, типа, такой, ну, не публичный человек, но о тебе знают, что ты, в принципе, адекватный, там, вежливый, умеешь общаться и так далее, попробовать все это перетащить немного в офлайн, снять проектор какой-нибудь и сделать метап какой-нибудь на определенную тему анимационную. Метап, который медленно переходит в тусовку. Медленно переходит в тусовку – это обязательная часть, чтобы люди не только работали, но еще могли отдохнуть. И постепенно вот таким вот образом создать такое, ну, найти такое место для аниматоров. Откуда вообще эта идея пришла? У меня уже точное ощущение, что это мне привиделось, но где-то года три назад я гулял, я уверен, я видел, было написано «кафе для сценаристов». Ну, то есть, это было где-то в районе Пушкинском, может, меня уже глючит конкретно, но я был, ну, я после того, как общался на эту тему недавно, я гуглил и не смог этот кафе найти. Но я видел кафе для сценаристов, и я тогда подумал, блин, если у сценаристов есть свое собственное кафе-уголок, где чаще всего тусуются сценаристы, почему нельзя сделать такой же уголок для аниматоров, в который ты придешь, и высокая вероятность встретить аниматора, и ты можешь просто, типа, пообщаться с ними, еще что-нибудь сделать, там, я не знаю, обсудить какие-то вопросы, проекты, что-нибудь такое, и не в онлайне, а старомодным способом в оффлайне, вживую. Вот, и вот эта идея, она у меня засела в голове, и до сих пор она у меня есть, и плюс вот там были поездки на различные фестивали анимационные, в Ансиф тоже, там, в CTN, да, что там, в Суздаль я ездил. Поговорим еще про это. А, окей. Вот, в Суздаль я ездил, в Бессонницу ездил, и там тоже, там очень много аниматоров приходит, они постоянно тусуются, обсуждают какие-то вещи, и вот эта идея, она у меня до сих пор в голове, думаю, почему нельзя то же самое сделать в Москве и менее официально. То есть, просто знать, что в Москве есть такое-то место, такой инсайт в отрасли, что можно туда прийти, и там будут те люди, которые с тобой близки по роду деятельности. Мы как раз на эту тему в начале года или в середине года разговаривали, то, что, черт побери, это ковид, это изоляция, нужно общаться, нужно, нужно, ну, хочется людей, хочется их потрогать, короче, вот это все. И слет еще тоже невозможно было провести и так далее. Говорю, нужно хотя бы как-то, может быть, маленькую какую-нибудь соберем в каком-нибудь баре людей, там мы будем с ним общаться. Мы сделали маленький такой микроклубик, там на шесть человек пообщались, мило поговорили, но это все не то. И услышали, что ты примерно в эту сторону идешь, вот, и очень стало интересно. Поэтому, мне кажется, правильное направление должно получиться, и этого реально не хватает. Вот именно, вот есть CG-пати, да, где-то вот, ну, есть прямо CG-пати, они собираются, тусуются там и все остальное. Вот тоже анимейшн-пати какую-нибудь сделать, это было бы просто волшебно, на самом деле. Это не вопрос, это просто крик был, крик души такой. Андрей же культивирует, мне кажется, он сейчас так скромно сказал, что, типа, вот, там, типа, мы где-то в середине года, подумали, он уже пол, не знаю, полгода, наверное, с периодичностью раз в месяц эту идею закидывает, что надо бы собраться, надо бы собраться, надо бы что-то такое придумать. Ну, а я ему, как всегда, говорю, что, ну, а где деньги на это мы возьмем, как мы это организуем все? Ну, то есть, да, но идея, как бы в этом году действительно, учитываясь ковидом, конечно, очень не хватает живых вот этих вот всяких мероприятий, прям сильно. Ты что-то хотел сказать, Чейбрагим? Да, я вспомнил, что вы устраивали опрос по поводу делать как бы все-то аниматоров онлайн или не делать, и я помню, мне тоже пришла эта анкета, и я не ответил, потому что я вообще не знал, как ответить, потому что, с одной стороны, очень хотелось, с другой стороны, мне очень хотелось оффлайн. И в итоге я не смог ответить на эту анкету, и она до сих пор у меня где-то там ответилась неотвеченная. Нет, это был очень сложный вопрос. А это, кстати, интересно реально, как бы себя отрезвить. То есть мы в определенный момент, у нас как было? Мы такие летом, думаем, ну вот лето уже настал момент готовить слет, и мы такие, что делать? Делать, ну, организовывать или не организовывать? И вроде как там спад как раз по заболеваемости был, и такой, типа, вот, блин, может быть, начать делать. Но все-таки мы такие, блин, ну, типа, опасно. Все-таки, все равно это проект коммерческий, типа, можно влететь на деньги. И, ну, ну, и не только даже на деньги, ну, то есть там много репутационных рисков, и как бы люди расстроятся, да. И, короче, такое. Мы такие склонялись скорее к ответу нет. Потом мы записали подкаст с Константином Харитоновым, и он нам просто сказал, ребята, надо делать, надо делать. Вы что, надо делать? Сейчас все в Москве, все открывается, тут все, сейчас будет все огонь. Мы такие, ну, блин, зарядил. Ну, он прям нас такой зарядил. Мы такие, ну, ладно, допрос провести тогда, собрать общественное мнение, что думает народ. Ну, и мы такие уже действительно сами у себя в голове, ну, я не знаю, как у Андрея, но у меня, по крайней мере, было в голове такое, такое, что да никто, в принципе, не боится. Я вот особо не боюсь, я бы пошел. Вот, и думаю, ну, наверное, все так думают. И закинули этот опрос, и там оказалось, что 50% людей ответили однозначно, что нет, мы не пойдем. И в том числе партнеров тоже, да. Да, да, ну, я сейчас, да, больше партнеров там и так, просто устно обговаривали, и там как бы штучные созвоны были, а здесь прям реально статистика, сколько там, я не знаю, 300 или больше человек ответило. Вот, и реально на ней было видно, что там были вопросы довольно, ну, такие, вы готовы пойти или вы боитесь все-таки? И 50% ответили, мы боимся все-таки. Мы такие, блин, ну, тут очевидно, как бы все делать не надо. То есть, несмотря на то, что у меня в голове, что вроде как не страшно, а, ну, как бы у половины людей им страшно, ну, соответственно, кому? И в итоге оказалось, что, ну, мы, конечно, абсолютно правы были, потому что потом все начало ухудшаться, и все начали закрывать, и, ну, мы бы по-любому влетели, вот, если бы все-таки решили. А решение онлайн делать, это, да, по сути, этого онлайна настолько много, и он настолько не дает ощущения события, потому что ты смотришь события, сидя на диване или где-нибудь еще в какой-нибудь месте, понимаешь, на телефоне. Это не событие, блин. Это не вообще, это как вчера, или как еще позавчера, то же самое, то есть то же самое состояние. А когда люди в одном месте собираются, больше трех, какой-то получается, какая-то другая энергия. Вот, поэтому хочется очень именно оффлайн-встречи. Мы тут, кстати, знаешь, что можем? Мы тут можем обсудить впечатление от CG-ивента, который вот прошел только в эти выходные. Ты, Ибрагим, не был? Нет, я, к сожалению, сейчас весь в работе, поэтому у нас была возможность пойти на CG-ивент, но я даже не смог подпользоваться. Пойти в кавычках. Ну, да-да-да, дойти до монитора. Да. Вот, но я, кстати, могу ощущения свои рассказать, да. Мы как раз вот за пару недель, да, до CG-ивента, ну, чуть пораньше записывали с Сергеем Цыпсоном подкаст, тоже вот с ним обсуждали это. Он тоже до последнего сопротивлялся, ну, и абсолютно правильно сделал, что в оффлайне не стал делать. Да ему, наверное, и не разрешили, честно говоря. Там сейчас все тяжелая ситуация. Вот. И вот он решил сделать в онлайне. Очень скрипя сердцем, он прям и нам это рассказал. Ну, и он везде об этом говорит, что как бы он против онлайна, но что делать. Ну, вот. Прошло в эти выходные. Я вот был, и вот то, что Андрей говорит, ну, да, ну, как бы это правда. То есть все-таки, если сравнивать прошлогодний CG-ивент, да, ну, как один из, то там реально целое такое событие. То есть ты что-то едешь там. У нас еще стенд, да, там всегда. Мы что-то какие-то там роллапы тащим где-то в багажниках, что-то там листовки какие-то, вот, мониторы, что-то все устанавливаем, там движня, тут с этим поздоровался, с этим, ну, кучу народа увидел. Даже волнение, когда ты сейчас человека увидишь, вот ты чего его не увидел, вот сейчас он подойдет. Ну, знаешь, вот это вот состояние. И он подходит, вы здороваетесь, у вас прям куча эмоций. Ну, даже вот ради встреч. Ну, да. В этом году, ну, вот, в онлайн-варианте, ну, конечно, такого не было. И, то есть, да, это было действительно как одно из. То есть Сергей очень старался, ему большой респект, реально крутая, для онлайна получилось круто. Вот, то есть вот платформа Pine, которую они делали, там всякие штуки. Кстати, там есть даже и преимущество у онлайн-движухи в этом плане, потому что там вот, например, у нас был свой блог опять, ну, пять спикеров наших были, вот, из Animation School. И вот, например, у нас Рашид Дышачев выступал, и он там рассказывал про то, как рисовать мультяшек, и после того, как у него закончился доклад, уже в этом зале был следующий докладчик, а его специально перекинули в другую комнату, потому что он сказал, а хотите сейчас порисуем, типа, в режиме онлайн вообще сразу? И народ такой, да, хотим. И там человек 35 перекинулось с ним в отдельную комнатку, где он в онлайне сидел рисовал, они им задавали вопросы, ну, такой же стрим получился. Вот, ну, то есть в оффлайне такое сложновато, наверное, было бы провернуть, вот, ну, наверное, бы не получилось, в принципе. Вот, ну, я так представляю, как организатор, наверное, это слишком сложно, не срослось бы, не выросло бы это, короче. Вот, а в онлайне раз-раз-раз, две кнопки там нажали и перешли. Это прикольно. Но это, наверное, одно из немногих преимуществ, просто так, в остальном, ну, да, атмосфера, конечно, потеряна. Мы тебе просто к чему? Чтобы не онлайн-митинги делать, а оффлайн. Пусть они небольшие, но начались бы анимейшн-пати. Не, я за оффлайн. То есть в этом плане, может быть, и первые какие-то вещи будут онлайн, ну, чтобы просто с аудиторией как-то познакомиться и общение какое-то как бы наладить. Но, как бы, конечная цель – оффлайн. Потому что онлайн, как вы сказали, очень много. Выделиться на этом фоне, во-первых, сложно, во-вторых, уже, ну, не знаю, как вы, я от онлайна реально уже устаю от всех онлайн-уроков, онлайн-общения, поэтому хочется оффлайна больше. Если нужна будет какая-то помощь или, ну, как сказать, мы готовы включиться. Пусть только вот этот ковид закончится, у меня начнется... Да он не закончится. Это уже, он уже не закончится, точка невозврата уже пройдена, поэтому нужно... Сейчас прививочки там уже скоро поставят, Андрей. Да, придумают ковид-2, ковид-3, там, еще что-нибудь, какое-нибудь название смешное. В общем, я думаю, что нужно уже в рамках текущих обстоятельств придумывать решение. Поэтому небольшими... Никто не запрещает небольшими компаниями в принципе встречаться, но просто чаще. Не один раз в год, а, блин, не знаю, там каждый месяц или каждые два месяца. Ну, давайте тогда тестово, вот мы втроем и еще по одному человеку позовем и в шестером, где-нибудь после Нового года встретимся. Да. И где-нибудь попробуем весело провести время, а потом поймем, нам понравилось или нет, и может быть из-за того, что-то и выйдет как бы хорошее. Да. Вот, все. Первый кирпич на запись, на запись закомитили. Да, на запись. А я специально, потому что если на запись сказал все, уже как бы отмотать нельзя. Слушайте, по поводу как бы слет аниматоров, пока вы это все обсуждали, я вспомнил последний как бы тренд, и мне стало интересно, что прикиньте, через лет 10, допустим, вы сделаете как бы слет аниматоров VR. То есть ты надеваешь шлем такой на голову и виртуальная реальность, и там то же самое, что в реале, то есть какое-то помещение, куча спикеров, и ты в VR ходишь по спикерам, мне кажется, это было бы очень такое бомбическое событие, но это такое в будущем. Я, знаешь, я дорисовал сейчас в голове еще, знаешь, как это должно работать? Типа со стороны вот того, кто дома сидит в VR, да, он такой ходит и смотрит все везде, а со стороны тех, кто на мероприятии, типа параллельно есть же в оффлайне все это, предположим, что этот человек просто не смог прилететь, там такой, знаете, ходит такая тень. Аватар. Да-да, аватар все-таки видит, как он ходит. Вот, это было бы забавно. Ну, кстати, возможно, да, в ближайшем будущем чего-нибудь все-таки, будет все-таки революция VR, потому что сейчас второй или третий виток, да, в VR эволюционный, и вот типа четвертый он должен быть мощный, вот, если я все правильно понял. Поэтому, да, если будет революция VR, то я уверен, мы все будем там, ну, встречаться. Да, давайте еще немножко про новости поговорим. Вот, смотри, ты сейчас, ну, пожалуй, больше всех русскоязычных аниматоров, ну, по крайней мере, я не знаю никого другого, кто столько же бы следил за новостями, да, и их транслировал. Вот на твой взгляд, на какие новостные каналы стоит подписаться аниматору, ну, чтобы быть в контексте? Достаточно только вот на твой подписаться, или, ну, по-моему, более чем достаточно, но, я не знаю, вдруг ты завтра устанешь, скажешь, ну, нафиг, я больше не буду этим заниматься. Вот, что читать? Я устал, я ухожу, да. Слушай, но, я считаю, что, если, как бы, человек подписан на мой канал, ему, в принципе, ок, то, в принципе, можно ни на что, естественно, не подписываться, но, я уверен, что есть люди, которые, типа, почему всего, типа, почему эту новость там не опубликовали, а эту не опубликовали? Для таких людей я могу сделать какую-нибудь подборку из ссылок, и вы можете их приделать. Основная, как бы, здесь проблема в том, что я подписан реально на очень большое количество всяких сайтов. У меня есть аккаунт Фидли, в котором я подписан, наверное, там, на сайтов 60, которые что-то публикуют об анимации. И это все англо, ну, на английском языке. И, соответственно, там, то есть я, когда только начал, я был в полнейшем шоке, потому что я думал, ну, это будет изи, что там, по две-три публикации в день кидать. И когда в первую неделю мне нужно было сделать подборку новостей, а в субботу у меня есть такая рубрика «Все какие-то новости, которые я посчитал менее важными или такие менее интересные и так далее, ну, кому-то они могут быть и вполне такими актуальными». Я их публикую одним списком. Я помню, что я что-то был на даче, встал в 6 утра, и до 12 их все это учитывал, и еле-еле кое-как успел сделать подборку и пульнуть. И после этого я понял, что, в принципе, вряд ли есть человек, который будет вот прям все это отслеживать и читать. Но из того, что мне приходит в голову и то, что, в принципе, наверное, было бы интересно подписаться, это, допустим, cartandbrew.com, это такой сайт про анимационные новости. Там, правда, все на английском языке. Есть Animation World Network awn.com. Опять же, это тоже англоязычный сайт про новости. Оттуда практически все новости, которые я перевожу сам, я беру с этих сайтов за редким исключением. Там, я, честно говоря, не знаю, мне кажется, что это сайты как бы коммерческие, и поэтому у них и финансов, и связей больше, и они, в принципе, молодцы. Журналисты у них есть, наверное, да? которые там собирают, ну, типа, интервью какие-то берут, да, и какие-то, например, наследования делают. Вот удивительно, у них очень много интервью с режиссерами, авторской анимации где-то раз в неделю. Я думал, блин, было прикольно, если бы у нас же, вот ты когда едешь в Суздаль, допустим, ты видишь очень много режиссеров авторской анимации, но никто ничего про них не знает, за исключением вот какого-то мелкого как бы круга, а у них это публикуется на сайте, и я иногда читаю, иногда это достаточно интересная вещь. Вот. По поводу анимации еще есть сайт DTF.ru, он в целом про игры, но там есть блок анимационный, вот, и там частенько бывают какие-то тоже интересные новости. Обязательно, кстати, из того, что вот я советую обязательно подписаться, это в Фейсбуке есть группа ассоциации анимационного кино, вот, и там очень много индустриальных инсайдов публикуются, каких-то важных анонсов, и саппы, и оттуда я тоже беру частенько новости. В принципе, в ВКонтакте есть группа, называется All This But Goldness. Это про аниме, но не в плане там, как бы, публикации мультфильмов и так далее, а именно документальные фильмы, они, как бы, собирают деньги, допустим, я часто опубликовал, у студии Гибли есть много фильмов, которые не переведены на русский язык. Вот, они занимаются сбором, как бы, средств, и они именно с позиции такого, как бы, распространения каких-то документальных фильмов, интересных фактов об аниме достаточно таком старом, ну, 80-е, 90-е годы. Вот, в принципе, все. Остальное, это там куча твиттеров, инстаграмов, ютуб-каналов, каких-то режиссеров, аниматоров, но это нужно прям выискивать и отдельно подписываться. То есть, здесь списка альтимативного сделать сложно. От себя еще добавлю, что можно на Animation School подписаться, там, на 100-е награды. Я, кстати, подписывал. Интересно. Ну, вы видите, то есть, большое спасибо, да, ты прям постоянно все наши подкасты, там, видосики, которые у нас выходят, размещаешь. Вот сейчас разговорились, спасибо большое. Вот сейчас разговорились, что-то у меня такая в голове бысль. Ты, Николай, сказал слово расследование, потом на волне расследование там вот с Ютуба, я такой подумал, блин, анимационное расследование, то есть, знаешь, там, каких-нибудь секретов какого-нибудь пайплайна, какой-нибудь студии просто. Какой-нибудь студии, да, допустим, да? Ну, то есть, нет, какого-то секрета анимационного или еще что-нибудь, то есть, прям расследование, знаешь, называть, ну, это не то, что расследование, просто, в принципе, рассказать о технологии, но назвать это расследование. На волне. Какое типа это, на волне, да, в тренде. А еще про новости. Насколько вообще, на твой взгляд, Ну, как бы я предвижу ответ, но давай все-таки попробуем обсудить. Попробуй свою позицию. Вот есть много кучи новостей, да, вот даже ты их собираешь, они, в принципе, в одном месте, но все равно, как бы, чтобы все это читать, там, смотреть, это, ну, нужно время, там, энергию тратить и так далее. Насколько важно, на твой взгляд, быть в этом контексте? То есть, вот если я простой, там, ну, не простой, но если я аниматор, да, я не знаю, не стремлюсь, там, куда-то в Дисней уехать, там, меня все устраивает здесь. Насколько важно быть погруженным в контекст индустрии? Как думаешь, каждому это надо? Или все-таки, может быть, если у тебя нет каких-то суперамбиций, там, перемещаться постоянно между студиями, там, я не знаю, надеюсь, я понятно объясняю. Короче, как думаешь, вот, насколько это важно? Вот, Андрей, к тебе тоже вопрос. Ну, я понял, то есть, насколько информация о мировой индустрии повлияет на мой карьерный рост вообще? Не обязательно карьерный рост, а вообще, ну, твое развитие. Ну, а цель какая у меня? Ну, развитие, а развитие... Зачем читать? Зачем читать, вот, типа, вопрос, зачем все эти новости читать? Типа, я работаю, я аниматор, я умею, там, не знаю, ну, короче, хорошо справляюсь с своей работой. Нафига мне читать то, что происходит? Ну, в первую очередь, это просто интересно, но потому что ты, когда в этом во всем живешь, тебе просто интересно знать, что происходит вокруг. Это нормально. Ну, то есть, одно дело, когда избыток информации, и ты уже думаешь не все читать, а что конкретно читать. И ищешь уже какие-то каналы, которые за тебя сортируют, и нормально годную тебе информацию или, как это, пищу для мозга дадут, чтобы питаться не всем подряд. Вот, и экономить свое время. Кстати, вот за это спасибо Ибрагиму, потому что он сортирует очень круто, в этом смысле. И да, это труд прям реальный. Вот, это, ну, как минимум, это интересно. Если это уже не интересно, значит, скорее всего, тебе уже профессии становятся неинтересны. Вот, все. Поэтому я вот, мне кажется, так. Ибрагим, есть что добавить? Я думаю, что читать новости обязательно. Вот если так, то, мне кажется, это полная ложь. Аниматору вовсе не нужно читать эти новости, чтобы быть хорошим аниматором. Более того, я знаю нескольких аниматоров, которые делают офигенную анимацию, но вообще никак вообще не читают новости, ни за чем не следят. Вот я про это же, да, что есть же такие были. Ну, это хобби. То есть, здесь кому-то интересно, кому-то нет. Я пытаюсь как бы не только новости публиковать, но еще туториалы всякие от людей, которые работают в индустрии. То есть, это нечасто удается, но где-то два раза в неделю я стараюсь публиковать какие-то уроки людей и тем самым как бы завлекать тех, кому новости неинтересны, но зато он может посмотреть какой-то урок или найти какой-то скрипт или еще что-то такое, что ему может показаться актуальным. Вот. Но я могу любому слушателю сейчас сказать, что если вас не интересуют анимационные новости и вы приходите на работу, делаете анимацию и вам ок, то, в принципе, подписываться и так далее, читать смысла нет никакого. Потому что, опять же, анимация не должна занимать 100% времени человека. То есть, это все должно быть life and work balance. То есть, это все должно быть равномерно, да. И если кому-то 8 часов на работе достаточно, то это очень хорошая позиция, я ее как бы уважаю. И, может, она даже более верная, чем то, что я вот эти новости все собираю, публикую на канале. То есть, здесь главное, чтобы вам это нравилось. Вот, и все. Если вам нравится читать новости, читайте. Не нравится, забейте. Не, просто еще, смотри, мы как вот, например, так, секретик маленький. Не знаю, вдруг тебе тоже понравится. Пошли, сейчас я запубликую. Да, ладно, ладно. Короче, смотри, аниматоры, по большому счету, это визуалы, правильно? Ну, есть люди, которые как бы воспринимают текстом, воспринимают звуком, воспринимают картинками. Или там тактильно как-то еще, да. Вот. Я сам аниматор тоже. И я воспринимаю информацию больше картинками. Я даже текст, когда вижу, он у меня сначала разбивается на блоки. Какие-то они бывают надо стройные, красивые, разбитые на, как сказать, абзацы там, да, с какими-то черточками, точечками. А потом смысл, понимаешь? А если я вижу картинку рядом с этим текстом, я сначала изучу картинку, и потом с трудом буду переключаться на блоки, а потом на текст, а потом на смысл. Вот. И поэтому, если будет больше картинок и видео в постах, оно цепляет именно аниматоров быстрее, чем просто много-много текста. Я когда много текста, например, я начинаю себя даже, я даже пугаюсь его иногда. Вот. Поэтому такой маленький нюанс. Не, я согласен. То есть, и поэтому я стараюсь в подводках к сообщениям именно каким-то делать очень, как в Твиттере. То есть, я не сижу в Твиттере, но в подводке там буквально 2-3 строчки, и все. А вот новости я уже не могу сократить, потому что там есть какая-то актуальная информация. Я очень часто, видимо, это неприлично так делать, там идет какая-то новость, идет аналитика, а потом идет какая-то как бы цитата. Я читаю эту цитату, я понимаю, что она, ну, типа, не имеет контекста, не имеет смысла, и цитату запихнули, чтобы просто показать, что вот этот человек дал цитату. Я обычно в новостях ее удаляю полностью, чтобы у меня было меньше текста, а потом даю ссылку, типа, новость полностью вы можете прочитать по этой ссылке. И все. Потому что реально я согласен с тем, что сейчас люди не хотят читать, потому что очень много информации, и это буквально не так, как было лет 10 или 15 назад. Сейчас информации реально много. И сейчас вот, почему эти все каналы создаются? Потому что людям не хватает фильтров. Почему YouTube-каналы, почему там во ВКонтакте-каналы не хватает фильтров? Но фишка в том, что сейчас стойка фильтров, что этим фильтрам еще нужны фильтры. То есть все настолько усложнилось. Да, конкуренция между фильтрами, блин. Я от себя еще, наверное, добавлю, что, наверное, мое видение, почему стоит читать? Ну, мы, в принципе, это вскоре уже проговорили. Ну, если ты хочешь как-то двигаться внутри индустрии, перемещаться где-то между студиями, в общем, менять работу, да, то по-любому надо следить за тем, что происходит. Вот элементарно там вот, если не читать новости, то можно не узнать, там, я не знаю, что у «Союзмультфильма», там сейчас со Сбером грандиозный проект, планы, и там вроде как планируется много анимации. Какого качества и какой стоимости она будет, это как бы другое, ну, сколько за это аниматор будет платить, другой вопрос. Но суть в том, что там типа планируется, вот это, ну, не знаешь и даже и не будешь, ну, как бы, если этого не знать, то можно даже и не знаю. Ну, вот, кстати… Можно и не знать, и без информации будет хуже. Извини, что перебил. Вот, ты мысль одну очень правильную у меня в голове сформировалась, когда ты сказал, из того, что нужно смотреть вот аниматору полезное, всем аниматорам я рекомендую, это питчинг фонда кино новых анимационных проектов. Оно публикуется в Ютьюбе, по-моему, у них на официальном канале или, может, на сайте. Почему это важно? Потому что это ближайшие проекты, на которых мы все будем работать. И вот это вот обязательно раз в год берете попкорн, включаете на телеке, садитесь и записываете, кто продюсер, где работает, потом гуглите их и потом им в личку пишете, типа, я такой-то аниматор, видел ваш проект, очень прикольно, хотел бы поработать. И через 10 писем тебе отвечают, что, типа, вот, HR пиши туда, все. Это, мне кажется, самое важное, что нужно смотреть, вот, а все остальное, да, все остальное это опционально. Слушай, это прям сейчас лайфхак был. Да-да-да, блин, вот это так круто подкасты проводить, столько всего знаем каждый раз. Я просто тому, что, да, в следующий раз добавился еще один HR ресурс, да, короче, который можно рекомендовать. Типа, как искать работу? Ну, камон, вот, идешь, включаешь, смотришь, пишешь, продюсер, ну, реально круто. Нет, сначала знаешь, как начинать отвечать, то есть, покупаешь, идешь, короче, в магаз, покупаешь попкорн, делаешь его в микроволновке, потом завариваешь себе там чего-нибудь, включаешь телек, и потом уже самую важную часть рассказа, что это фонд кино, и смотришь. Давайте поговорим про мероприятия, которые происходят в индустрии нашей. Ты, Брагим, был на всем основном, мне кажется, что есть в мире, ты был, ну, как бы таким самым крупным. То есть это ANSI, мы там тоже были, CTN, ну, ANSI – это во Франции, CTN – это в Штатах Калифорнии, и там мы не были, на слете был, тоже можно сказать, что важное мероприятие, сам не похвалишь, вот, в Суздале, ну, и на других, в общем, российских фестивалях. Можешь рассказать вот о каждом из таких крупных, коротко, чем они отличаются друг от друга вообще по атмосфере, по твоим ощущениям, так, ну, по формату, что ли? Да, ну, у вас, как бы, во-первых, если кому-то интересно, я помню, у вас была связь из ANSI, был вебинар, по-моему, вот, поэтому там можно посмотреть в подробностях, а я коротко изложу все эти дела, чтобы не повторяться лишний раз. Вот, начнем с того, что я был на ANSI два раза, вот, и для меня вот ANSI, я всем говорю, это мой личный Новый год, потому что на неделю я отрываюсь от всего мира, и я полностью вот в мировой анимации. Это анимационный фестиваль, наверное, самый крупный, с огромными очередями, на показ самых таких громких, как бы, премьер-года. Там куча показов авторской анимации, там показы коммерческой анимации, причем пару раз я смотрел мультфильмы, которые только через год появлялись в прокате в России и в мире. Там проводятся мастер-классы по анимации, на которые я не попадал, потому что, чтобы попасть, либо нужно купить дорогой билет, либо быть студентом. И тем не тем, как бы, я не смог воспользоваться. И там еще есть блог, там проходит, как бы, рекрутинг, то есть, в принципе, можно заранее у них на платформе зарегистрироваться и отправить свой рейл, CV, портфолио по студиям. Если они в этом заинтересованы, они тебе назначат дату, вот, ты приходишь и проходишь собеседование. Это если коротко. Там очень много аниматоров, там реально съезжаются аниматоры со всей, как бы, Европы, приезжают аниматоры из разных студий. Допустим, в последний раз, когда я там был, там была большая делегация из DreamWorks, они устраивали пикник. Я там увидел своего преподавателя по анимации, там с ним пообщался. То есть, в принципе, такая тусовка очень-очень активная. Вот. И мне кажется, что если кому-то не хватает такого именно анимационного туса еще большого, и если там человек знает английский язык, как минимум, а если вообще французский знает, то это прям must have. И лучше, последний, как бы, мой совет, лучше, как бы, лететь в компанию, потому что одному влетит в другую копейку, там, снять жилье. Кстати, снять жилье надо заранее, рекомендую, за полгода решиться и снять жилье, потому что я один раз влетел на такую сумму, когда у меня уже где-то есть, а жилья нету. Вот. Поэтому рекомендую делать так. По поводу CTN. CTN, как ты сказал, проводится в Калифорнии. И это не анимационный фестиваль, а именно такая индустриальная тусовка, которая направлена больше на, скажем так, все те люди, которые были со мной в CTN, они не согласны. Поэтому мое мнение, оно мое, и оно такое опциональное. Но как мне это показалось, это есть два направления. Это встреча с работниками индустрии, их какие-то, скажем так, творческие вечера, что ли. Ну вот, они выходят на сцену, и они общаются с тобой на какие-то темы. Чаще всего на то, что я попадал, это были не мастер-классы. Это не было, там не было какой-то обучающего элемента. Это просто было какое-то общение, он рассказывал там про какие-то свои байки. Но это были топовые аниматоры. Это были аниматоры Disney, DreamWorks, XR. Были небольшие мастер-классы, на которые я не смог попасть, потому что там очень сложно попасть на мастер-класс. Тебе нужно либо купить очень дорогой билет, потому что чем дороже билет, тем раньше у тебя открывается возможность зарегистрироваться на какое-то событие. А так как у нас были билеты как бы средней категории, когда уже до нас дошло, там все было забито. Но мастер-классы есть, их там немного, но они прямо очень хорошие. То есть там приходят аниматоры из Pixar и объясняют, как тебя, допустим, анимируют моргание. И вот два часа тебе объясняют эту тему. И еще есть как бы рекрутинг. Рекрутинг у них проводится очень глобально. То есть они... Основное как бы событие, то, что я рассказал, это проходит в отеле. А напротив они ставят огромный темп, прям реально очень большой темп. Там куча художников оторвуют своим вершом, своими какими-то там картинками. Кто-то оторвует фигурками, которые он лепит сам. И еще там есть буфы, буфы я на английском, по-русски это будет... Стенды. Стенды, да, стенды. Там есть стенды всех студий. Blue Sky, DreamWorks, Disney, Pixar. Я очень часто начал эти студии повторять. Вот, они там все есть. И ты можешь попасть к ним на рекрутинг со своим демарилом. И у меня на тот момент был абсолютно ужасный демарил просто. Но я с ним ходил по этим стендам и показывал. Они давали какое-то ревью. Нужно понимать, кстати, если вы идете на ревью, и вам говорят, типа, о, very good, типа, все клево, это значит, что у вас такое, ну, так себе. Если вам говорят awesome, типа, я никогда такого не видел, это значит, у вас что-то в этом есть, в вашем демариле, что может понравиться, и уже есть какие-то шансы. Если вам ответили не awesome, что-то другое, это, типа, это, ну, просто они более вежливые. Вежливый отказ, короче. Да, такой вежливый отказ, что, типа, вот вам нужно это. Но, я помню, на Blue Sky был чувак, и он, видимо, был, ну, он был из Мексики, насколько я понял. И, видимо, он недавно только приехал. О, мой демарил просто размазал, как каток. Он говорит, типа, бодимеханика, где, ты снимал вообще референс, что это такое? Я думаю, вот это прикольно, вот это он меня просто раскатал. Мне даже понравилось, как он это ревью сделал. Вот, поэтому можно прийти, показать демарил. Если демарил хороший, очень, вам дают визитку, и вы можете по этой визитке потом написать, отправить туда демарил, и, может, есть какие-то шансы. Я, кстати, там встретил Джозефа Холмарка, который у вас был на свете аниматоров. Вот, с ним, так скажем, уже познакомился. Да, лично. Такое, как бы, важное событие. На, между ANSI и CTN, вот лично мое противопочтение, я все-таки выберу ANSI. Потому что и легче долететь, и ANSI идет всю неделю, все в ней. А CTN идет три дня, по-моему. Поэтому, а бюджеты там колоссальные. То есть, одно это в Калифорнию 12 часов лететь, а тут за 3-4 часа-то можно долететь до Франции. Но если есть возможность и туда, и туда слететь, мне кажется, это прям обязательная тема. Слет аниматоров. То мероприятие, которое у нас в России появилось. Три года назад, да, оно появилось? Или чуть-чуть больше? Получается, четыре, не, уже четыре, или три. Было три слета было. Три слета. Да, да, три, три, в семнадцатом году в первый раз. Я сейчас буду говорить объективно, все как есть, при всяких припрашиваний. Меня, что радует стать аниматором, это то, как с каждым годом он становится больше и развивается. То есть, это не повторение того, что было до, а видно, как вы думаете, как это все дело улучшить. Знал бы ты, какие в этом году планы были. Ну, я надеюсь, я их увижу в следующем году. Так что, без спойлеров ограничимся, потому что я всегда люблю вот это вот, ты приходишь, ничего не знаешь, и ты начинаешь удивляться, что типа и это есть, и кто есть, и все. По поводу слета аниматоров, я могу сказать, что это больше ближе по формату к сети, но у вас больше именно какая-то практическая направленность. То есть, большинство лекций, они не разговоры ради какого-то разговора, а оно имеет какую-то практическую цель, и на самом деле мне это больше нравится, чем вот какие-то творческие такие как бы вечера. По формату, я, честно говоря, не знаю, как было на как бы рекрутинге, потому что я практически не ходил на рекрутинг на сети аниматоров. Я спускался вот, помню, на втором, там было отдельное помещение, где ты спускаешься, и там была куча компаний. Вот на сети это помещение нужно умножить, наверное, раз в 8, может в 10. И вот будет то же самое. По мастер-классам и так далее, мне кажется, уровень у вас плюс-минус, наверное, такой же. Ну, потому что вы приглашаете спикеров как наших, так и зарубежных, поэтому я думаю, что здесь сильных отличий каких-то нет. Более того, я вот скажу без всяких приукрашиваний, что, наверное, самый полезный мастер-класс, который я услышал, который больше всего на меня повлиял, это был Джозеф Холмарк на первом статье аниматоров. Когда он начал рассказывать, типа, все про свои скрипты, он прям поделился всем, чем мог. Вот я его пересматривал раза два-три через полгода, потому что я какие-то вещи у него брал, встраивал свой workflow, потом пересматривал, еще встраивал, и вот он очень сильно повлиял на то, как я сейчас делаю вообще анимацию. Но это такая вещь, она может быть рандомная, то есть это может прийти и на слете аниматоров, это может прийти и на сетей, но вот лично мой опыт именно такой, поэтому я к слету аниматоров отношусь более чем лояльно, то есть я прям кайфую от того, что два дня в год, я знаю, я пройду на тусич, и там будет и полезно, и весело, и круто. Из минусов и так далее, то есть я прям ничего такого глобального не могу выделить. Вот на последнем я могу сказать, что было пару лекций, которые мне не сильно понравились, я не буду говорить спикеров, но просто я ожидал, что будет более практическая направленность, а там пришел спикер, он более какой-то, ну, я не знаю, больше в разговор, в теорию и так далее. Я так как бы сидел и понимаю, что это и не ваша вина, потому что как бы это спикеры готовят все эти презентации. Я тебе скажу, это вообще нормально, как бы, ну, некоторые спикеры разочаровывают действительно, то есть, ну, мы такие, ну, да, нас тоже, разочаровывают нас тоже, вот я про это. А, ну, блин, это такая вещь, что ты только на месте узнаешь, и после этого ты понимаешь, что окей, вот этот спикер, он, типа, уже, к сожалению, нам под наше мероприятие не подходит. Особенно, когда ты его из Канады привез, это самое обидное. Ну, а зато ему весело. Прилетел, рассказал, погулял, потусил, уехал. Ну, то есть... Да нет, я, кстати, ну, зря, потому что некоторым, наоборот, практическая часть не так иногда важна, сколько мотивационная. Вот. И некоторые спикеры зашли наоборот в этом смысле. Так что тут все нормально, 50 на 50. Ну, кстати, я согласен, то есть, я помню, есть один режиссер, Хорхе Гутеррес, он делал книгу «Жизнь» и фильм. Я помню, вот у него, наверное, уже 10-20 каких-то различных мастер-классов, и он один и тот же. Он о том, как он добился того, чего он добился, он стал режиссером, и это рассказ прям один в один. Мне кажется, наизусть его знает. Но я каждый раз слушаю, и каждый раз вот его история, это просто нечто. Как у него проекты обламывались, как он, типа, уносил компы со студии, потому что ему деньги не заплатили, как он потом с нуля все это начал, делал эту книгу, как у него в мультфильме... А вы смотрели мультфильмы «Книга жизни»? «Бок оф лайк» называется, такой с мексиканским налетом, еще до пиксаровского мультфильма. Не видели? Нет. Ну, там... Я нет. Мексиканский мультфильм, очень похожий чем-то, который был у Пиксара, «Коко», но он вышел до, этого. И фишка в том, что в один момент он пришел в DreamWorks, показывает на пич, ему сказали, о, прикольный мультфильм, но давай сделаем так. Короче, главный герой у тебя вместо вот этой гитары будет читать рэп, действие будет у нас, короче, в Калифорнии, не в Мексике, и твой праздник мы заменим на что-то более такое прикольное, День независимости США, а все остальное оставляй так же. А он смотрит и, типа, не может понять, типа, как так-то? То есть это основные три столпа, на которых у меня построен весь сценарий. Как я это поменяю? И вот у него в рассказе очень много таких вдохновляющих событий. Так что да, я с Андреем согласен, что вот мне не понравилось, а кому-то, ну, могло вполне понравиться. То есть это нормальная леди. Ну, опять же, я говорю свое впечатление, и с ним все могут не согласиться, но это такая вот субъективщина. Окей, про Ситен, про Слет, про НСИ понятно, а расскажи про Суздаль. Да, я буквально два-три слова про еще два фестиваля, которые проходят в России, и на которые... Это Суздаль и Бестонница. Суздальский фестиваль – это фестиваль российской белорусской анимации, если я ничего не путаю. Вот, там 90%, это там даже 95, это 2D-анимация с 3D, либо полный метр, либо какие-то сериалы авторского, как бы 3D там мало. Но это такая, как бы, я называю прививка адреналина, что ли, потому что если глаз замылен, вот, CG-анимации и всеми этими сюжетами, Суздальский фестиваль очень хорошо в этом плане расширяет сознание и понимание того, что в анимации можно сделать. И плюс это еще, естественно, тусовка, и тусовка больше таких, как бы, режиссеров авторской анимации. Ну, туда приезжают известные люди, там, Константин Бранзит, допустим, который дважды был на «Оскаре», был там. Александр Петров, который «Оскар», собственно, выиграл, тоже там приезжал. Игорь Ковалев, который делал этих... Симпсонов одно время делал и много чего еще. То есть там... Нарштейн там постоянно. Нарштейн, да, я у него книги покупал и подписывал, и читал, кстати, совсем недавно их. Я, кстати, про это тоже можно добавлю, мы последний раз были в 2019 году. Суздаль, кстати, хорошо с ковидом очень попал, они прям вот до... прям перед-перед успели. За день до ковида. Ну, типа того, да. И возможно, и возможно сейчас так получится, что они одни из первых, у кого мероприятие уже можно будет проводить. Ну, возможно, а возможно не получится. Ну, кстати, да. Мы скрестим за это пальчики, чтобы у них все было. Да, да, мы будем очень рады. Так вот, и вот последний раз мы когда там были, я просто иду такой, смотрю, дядечка идет, очень похожий на Дмитрия Ловейко. Я такой, ну, просто такой что-то где-то со стороны. Я такой смотрю-смотрю, думаю, он, не он. Ну, потом он что-то где-то выступал, еще где-то со сцены смотрю, он. Прикольно. Ну, это продюсер Маши Медведей, главный, который такой довольно крутой, дядечка. В Суздале, кстати, ты сказал, и я вспомнил, как у нас уже выстроило из общения. На Суздале еще с недавних пор проводят питчинг-проектов, мультсериалов, и туда приезжают представители каналов. Вот когда я был, там, по-моему, был дважды два. Вроде бы еще и СТС был, но были такие люди, которые в этом заинтересованы. И можно было пропитчить свою идею. Мне кажется, это, как бы, хороший тест своей идеи. Не факт, что, там, выделят какое-то финансирование и так далее, но в таких питчингах это необходимо участвовать. Потому что, опять же, вот по поводу ANSI, я вспомнил, что два года назад, по-моему, или год назад в ANSI выигрывал какой-то российский проект про… Про ежика. Да, да, вот, поэтому, если есть какие-то анимационные идеи, обязательно нужно участвовать во всех питчингах, до которых ты дотягиваешься. Вот, и фестиваль «Бессонница». Фестиваль «Бессонница» – это самое такое… Во-первых, это анимационный фестиваль, в котором участвует не только российская анимация, а мировая. То есть там программы именно мировой анимации. Очень многие мультфильмы, которые я вижу в ANSI, я вижу и на «Бессоннице». Поэтому, если не вариант в этом году поехать в ANSI, можно бюджетно поехать в «Бессонницу». И создали «Бессонница», бюджеты достаточно, ну, как бы приемлемые. В «Бессонницу» можно вообще со своей палаткой приехать. Главное, как-то туда доехать и купить билет. Вы живете в поле несколько дней, в палатках отдыхаете, и по вечерам идут показы мультфильмов на двух больших экранах. Кто-то смотрит мультфильмы, кто-то просто там играет музыку в сторонке и отдыхает. То есть это такое лайтовое мероприятие, где можно просто хорошенько расслабиться, отдохнуть, и, опять же, там очень большой анимационный тусич. В основном там люди, опять же, авторской анимации, то есть там ни сериалов, ничего нет. Слушайте, у меня, кстати, сейчас что-то инсайт еще один. Получается, смотри, сейчас все равно же туристические места не будут закрывать, правильно? Даже если ковид этот будет бушевать и там еще. Туристические места все равно как-то придумывают, как им выживать. И это их как бы хлеб. Соответственно, нужно просто проводить сочинский анимационный фестиваль. И тогда все будет хорошо. Люди просто... Ну, а там все будет организовано для того, чтобы собираться вместе. Ну, или какие-то места типа Суздаля и других туристических мест, которые, может быть, поближе. Но лучше Сочи, да? Нет, нет, сочинский летний жаркий анимационный фестиваль. Вот так. Что прямо, это было прямо в самое пекло просто. Это у Андрея... Маленький-маленький сочинский тренд. Тренд в последние пару месяцев. Да, в Сочи. А, то есть у Андрея идея как-нибудь выбраться в Сочи, и он поэтому все проекты придумал. Давайте в Сочи что-нибудь делаем. Слушайте, ну, было бы круто. То есть, если наша индустрия разовьется до того, что можно будет сделать такое событие, мне кажется, это было бы круто. Потому что, как мне кажется, на текущий момент наша индустрия, это относительно того, что происходит в других местах, это, знаешь, такая наскальная живопись. То есть мы кирками работаем, но, что хорошо, у нас очень большой темп рост, как я вижу. Потому что буквально, как анимация делалась 5 лет назад, когда я только начинал, и как анимацию делаю сейчас, это два очень различных подхода в анимации. И это, кстати, говорит о том, что, вот смотри, 10 лет назад или там 15 лет назад приходишь на студию, не хватает аниматоров. Просто дикая нехватка. Настолько, что просто берут любого человека, который заходит просто в офис случайно, и его говорят, все, садись, будешь делать. Сейчас примерно то же самое. Чуть-чуть исправилось, но примерно то же самое. Это не говорит же о том, что аниматоров стало меньше. Мы потому что постоянно их выпускаем тоже. То есть люди приходят учиться, и народу достаточно много. Даже по слету можно посмотреть, что люди интересуются их много. Но при этом и темпы роста, открытия новых студий, новых проектов тоже растут. То есть это как будто бы пропорциональный рост, что ли. Соответственно, их все равно опять не хватает. То есть сейчас постоянно прилетают разные роды вакансии на аниматоров. Но правда, кстати, может быть, я так сейчас отвлекусь в сторону. Скорее всего, это еще и темпы роста именно игровой индустрии. Им тоже нужны аниматоры, поэтому некоторые аниматоры из мультфильмов переходят в игры. И опустошаются опять, как сказать. Общеизвестно, что зарплаты в геймдеве выше, чем в сериалах и в кино. Ну, если взять в среднем. Поэтому, как ты сказал, геймдев, любая статистика пока что, особенно мобильный гейминг, даже можно посмотреть по вакансиям, которые у вас публикуются в Дискорд-канале. Там очень много мобильного гейминга, и туда тоже нужны аниматоры. А там анимация, естественно, она такая более условная, менее детализированная. То есть там не нужно быть прям супер-про-аниматором, чтобы на этих проектах работать. Поэтому да. То есть количество вакансий становится больше. И я надеюсь, со временем это перейдет в качество анимации. Потому что хочется, чтобы и российская анимация выглядела прям, ну, большинство проектов выглядели на достойном уровне. Кстати, вот это вот интересная вещь. Когда я начал заниматься новостями, я понял, что большинство анимаций ужасного качества. Вот если взять мир, да, и мы только видим хорошую анимацию, я скажу так. Потому что иногда там такие проекты покупают Netflix или там DreamWorks делают. Ну, естественно, не полный метро, а сериалы. И ты включаешь и думаешь, господи, типа, как это так вышло? То есть это реально настолько ужасно выглядит. Знаешь, что печально? Кто-то очень хорошо продал, да? Да-да. А знаешь, что печально? То, что не все видят качество анимации. Многим шевеляж кажется уже норм. Ну, то есть это хорошо. То есть такое ощущение, что, я не знаю, как бы это назвать, ну, то есть это как вкус, что ли, уже. Ну, то есть когда ты постоянно отсматриваешь анимацию, тебе каждый раз хочется ее улучшать, улучшать, улучшать. И ты до какого-то такого периода порога доходишь, когда нормальный человек не видит, а ты видишь, блин. И тебе режет глаз какая-то посредственная анимация. Хотя для нормального человека это кажется вау. Поэтому вот тут это такая граница, которая незаметна. Ну, в целом, да. То есть я могу сказать, что вот у меня на канале есть рубрика, когда я опубликую аниматоров в Ютьюбе. Почему-то их, ну, они такие как бы серые кардиналы, о них никто не знает, хотя у них миллионы просмотров. Я когда там начал искать их, делать подборку, я видел столько всего, знаешь, типа там 10 как бы человек-пауков танцуют какую-то японскую аниме-песню, и это еще без рендера. И это идет там 10 часов, и у него там, я не знаю, миллиард просмотров. Я думаю, блин, да как? Типа люди на студии стараются, там 300 человек в пароводе делают вам нормальные мультфильмы, но это не заходит на миллиард просмотров. А вот это заходит, а здесь человек коленка сделал. Я думаю, ну как так? А это все потому, что реально дети все воспринимают как бы цветовыми пятнами и шевеляш. Да, и, соответственно, это сделано на такой аудитории. А ребенок это может 500 раз так смотреть. Да, ты смотрел у Саиндука, ну блогера, который рассказывал про мультфильмы. Вот он рассказывал как раз про этот феномен. То, что YouTube, ты что творишь вообще как бы? Почему? Сейчас, кстати... Остановитесь! Сейчас просто смотри, как они решили этот вопрос. Как мне кажется, если я правильно все тоже услышал. То есть они выключили сейчас рекламу на детском контенте. Все, и пропало вся вот эта вот, как ее назвать, там... Шняга. Шняга. Другое слово в голове держал, но боялся его произнести просто. Они и комментировать там нельзя, и монетизацию, по-моему, они так сильно подрезали. Потому что я сейчас уже этого вижу намного меньше. Вот. Буквально какие-то правила в системе, да, могут приводить к какому-то упадку или, наоборот, прогрессу. Вот это вот интересно. С точки зрения систем. И тут мы пошли в сторону. Да, да. Ну, это все вот про фестиваль, что я могу рассказать. CTN, NC, Свет аниматоров, Суздаль, Бестонница. Это такие главные, на которых я был, и которые прикольные. А, кстати, последнее про CTN. Если вы едете в CTN, вы участвуете в розыгрыше. И если вам повезет, вы посетите студию Дисней. То есть там лотерея. И вам, по-моему, за день или за два пишут. Чувак, там, Лучевиха, ты счастливчик. Ты выиграл посещение в Дисней. И вас туда всех закидывают. Вам какие-то короткометражки показывают, которые еще не опубликовали. Я не хотел, я не хотел. Куда вы меня тащите? Так я говорю, короткометражку, смотри, чувак. Ты же выиграл. Да, но я два раза не выигрывал эту лотерею. И по ней в Дисней не был. Но есть счастливчики, которые выигрывали и которые ездили. Это такой, мне кажется, интересный факт. А если хотите... Я, кстати, хотел сейчас отметить его и, типа, взять тоже на вооружение, если... Ну, то есть сделать какую-то лотерею, случайно, абсолютно коп там выиграл видеокарту, ладно. Да. А что, ты не стал разыгрывать билет на студию Паровоз, нет? Почему? Почему, кстати, можно? Кстати, студия, на самом деле, для посещения очень крутая. Студия крутая, да, внутри там клево. Очень, да. Я когда после ремонта к ним пришел, у меня был культурный шок. Я думаю, нифига себе. Ну, то есть, очень круто. Ты был, кстати, там, Брагим? Нет, вот, кстати, я был на... Сходи просто на экскурсию. Сходи к нему, очень круто. А еще лучше, приходи на следующий слет, участвуй в лотерее и выиграй. Да, мы разыграем, да. И, кстати, пусть ребята в комментариях напишут, может быть, на самом деле, это интересно, такие розыгрыши. Именно экскурсии на студию. Заодно посмотрим, кто нас слушает. А можно еще, я накину, ну, это юмор, но ладно. Мы, короче, а можно еще разыграть билет на автобус Москва-Воронеж и, короче, в студию Wizard. Да, вести. Да, да. Вести реальное расследование, да? Доехать. Не, ну тут, да, как бы студия-то крутая. Я не был никогда ни в Воронеже, ни в Wizard, но просто сложновато будет туда доехать, наверное. Вот, а так-то к студии никаких вопросов. Да, про мероприятия. У меня в голове примерно так же складывается, ну, типа, основные мероприятия анимационные мира, да, ну, как, для русского человека мира и России, вот, для русскоговорящего. И помимо этого, единственное, еще одно было мероприятие, о котором я слышал, это в Германии. Это про анимационный фестиваль, который там проходит? Ну, там даже он, скорее, не фестиваль, я так понял, он такой ближе даже к CG-ивенту. То есть там такого много технического, но и много про анимации тоже там, много всех этих анимационных студий. Блин. В общем, есть еще одно крупное мероприятие, такое оно, оно не полностью анимационное, но такое прям около. Вот. Слушай, может, там и фестивальная часть есть, я даже не знаю. В общем, ладно, сейчас ты такое рассказал, я надеялся, что вы меня поддержите и дополните, а вы сами ничего не знаете. Поэтому, ну, в общем, есть еще одно, да, событие, которое тоже можно посмотреть, оно в Германии. В общем, кому что-нибудь интересно, можно нагуглить. Я, может, даже нагуглю тогда сам и тоже добавлю ссылку в описании. Это вот что касается мероприятий. Прикольно, да, это интересно сейчас было вот послушать опыт человека, который был на многих из них. Вот, не на всех были. Кстати, да, еще в Штатах сейчас есть информация, что CTN немножечко подздувается, а там вместо него какое-то другое событие последнее. Наверное, да. Вот, вот тут ты меня поддержал, потому что я не знаю. А про него что-нибудь слышал, нет? Про Lightbox я там не был. Он начал, он буквально два года, что ли, три года тоже у нас. Новенький совсем фестиваль. Я там не был, я только видел какие-то онлайн, как бы, трансляции оттуда. Но там, как мне показалось, может, я не прав, но там больше про дизайн, про как бы предпродакшн и как бы художественную часть. Там есть, по-моему, анимационный блок, но он такой не сильно большой, как мне показалось. Но, честно, я как бы не изучал этот вопрос прям подробно. То есть мне интересно оффлайн побывать на этом мероприятии и самому увидеть, вот как проводится. Но это ответвление от CTN Animation Expo, потому что там несколько лет назад был скандал, вот, и кому-то показалось, что там все слишком дорого. И он официально на YouTube сделал очень большой такой видеоролик по тому, почему CTN это плохо. И каждый год перед CTN делал новый ролик, почему CTN это плохо. И потом этот художник вместе с другими организаторами решили сделать альтернативу, которая, типа, дешевле и более доступна, чем CTN. По поводу CTN и билетов я могу сказать, что для России, особенно по текущему курсу, это влетит в хорошую копейку. То есть там билеты стоят... Я сейчас точно ценник не назову, но там мы что-то в районе 10к дали за билет. И это было несколько лет назад, когда курс был дешевле. Какой курс сейчас, и сколько... и подняли они цены, не подняли, я, честно говоря, не знаю. Плюс к этому нужно жилье, прилет, еда. Мне кажется, цена билета тут, это вообще самое небольшое из всех расходов. 40-50 тысяч на самолет туда и обратно 12 часов лететь. На самом деле жилье тоже влетает в хорошую копейку. Там нужно обязательно будет арендовать автомобиль, потому что в Калифорнии поезда, общественный транспорт слабо развит, и если у вас автомобиля нет, вы фактически никуда не можете дойти. Ну, то есть это очень дорогая поездка, поэтому, опять же, с друзьями, с кем вы сможете ужиться всю неделю и весело тусить. Окей. Подытожим чуть-чуть. Получается, смотри, Ибрагим пришел в анимацию из другой профессии, да? Это раз. И тебе, вот у меня просто такой вопрос, и в принципе это как повествование, тебе было достаточно, чтобы войти в профессию, всего лишь пройти онлайн-курсы, правильно? Или ты еще где-то учился прямо там, еще что-то прямо там постигал и так далее? Это было достаточно, чтобы войти в профессию? Ну, скажем так, это как бы вот мой кейс, это дело случая на самом деле, потому что если бы я не написал преподавателю, он бы меня не пригласил бы на студию. Я бы, наверное, пошел бы на дастудию, познакомился с вами, и как бы там дальше сложилось, я не знаю. То есть я думаю, что вряд ли бы по истечению полукода, даже нахождение в дастудии, я смог бы быть таким аниматором, который потом устроился бы на какую-то студию. Но только если реально не уехать в Воронеж типа там на полгода и просто там горящими глазами уговорить их взять на обучение типа за еду. Фактически, ну у меня была такая мысль в одно время. По поводу онлайн-обучения, я скажу так, что на текущий момент, на сегодня, я считаю, что если вы хотите стать аниматором в 3D, самый короткий путь – это реально онлайн-обучение. Потому что, а, это обучение, это 50% вашего успеха, б, это связи, когда вы учитесь с преподавателями, это еще 50% вашего успеха. Если вы достаточно активны, в принципе, понимаете анимацию, и у вас, главное, есть хорошая мотивация, прям реально хорошая, что вы типа все проблемы пытаетесь решить, а не… Ну, бывают люди, у которых, знаешь, типа проблема какая-то, и вместо того, чтобы там загуглить, они начинают во все чаты писать, типа, вот у меня, типа, constraint не работает. И ему говорят, ну чувак, ну погугли, как constraint работает, невозможно, уже 50 раз пишут одно и то же. Вот если вы относитесь к человеку, который вначале гуглит и умеет работать в команде, и работать так, чтобы остальным было удобно работать и так далее, то я думаю, что очень высокий шанс, что вас возьмут в студию сейчас даже, даже если у вас по анимации, ну, не очень шик. Потому что, допустим, при хантинге в зарубежной студии они очень большое внимание уделяют не только деморилу, а именно тому, как ты общаешься, и тому, как ты можешь влиться в коллектив. И мне кажется, что, ну, на тихо-тих момент онлайн-курсы, они более чем окей, чтобы попасть в индустрию. Ну да. Плюс к этому ты, как сказать, как бы ты слово подобрай, так не то, что активно интересуешься анимацией, и даже ни слова не откровенно интересуешься. То есть ты очень сильно вовлечен в это искусство, потому что ты даже для этого открыл свой канал в Телеграме, в котором отсортировываешь самое вкусное, перебирая тонны, там, 60 у тебя сайтов, да, с которых ты эту информацию смотришь и так далее. То есть, получается, интересовался еще очень сильно анимацией. Ну и ты коммуникабельный, это даже по общению видно, то есть ездишь в разные страны, общаешься, не стесняешься показывать свой, там, деморил, и таким образом быстро у тебя получается продвигаться, мне кажется. Ну, что-то еще, Николай, может, скажешь еще что-то тоже под завершение? И потом вопрос как раз. Нет, ну мне было, да нет, слушай, мне нечего сказать, что прикольно, мне очень понравилась вот часть про мероприятие, вот, мне кажется, это очень полезная информация для тех, кто только вникает, только попал в индустрию. Это прям вот топ, да, событий, на которые стоит поехать. То есть, ну, понятно, что есть, надо отталкиваться от бюджета, вот, ну и от ковида сейчас уже, вот, надеемся, что он закончится. Вот, а так, вот, как бы, окраска каждого мероприятия анимационного, мирового, мировых и российских, с тем, что, как, для тех, кто ни разу не был, вот по этому списку можно прям выбрать и начинать ездить, вот, потому что это полезно, это очень сильно расширяет кругозор. Вот, главное, да, слушайте, а зачем ездить? Вот, давайте вот этим вот, наверное, вопросом подытожим. Зачем на такие события тоже почитать? Мы говорили, зачем новости читать, а зачем такие события почитать? Я, наверное, давайте сам для начала отвечу, ну, что, наверное, то же самое, типа, быть в контексте, то есть, понимать, что происходит, и помимо этого, ну, вот, как мы говорили про CG-ивент, вот, вживую общаться, знакомиться с людьми, это весело, это кайфово, и это полезно для, опять же, карьеры. Ну, да, это, в принципе, развивать контакты, получается, да, свою записную книжку контактов, именно профессиональных контактов, тем более, если с другой индустрией идешь, тебе по-любому нужно обрасти связями, вот, а такие события помогают обрасти связями. Кстати, вот обучение, да, когда ты учишься у преподавателей, преподаватель уже некая связь у тебя с человеком, который работает в студии, и это некая профессиональная связь уже тоже. Ну, в целом, я скажу так, что вот все эти события, это как ежики в тумане, это туман, и вы как ежик, и вы можете зайти в этот туман, и есть вероятность, что этот туман вас изменит в лучшую сторону, вот, поэтому тут как бы вопрос, хотите вы попробовать поменяться, и, может быть, есть такой шанс, что после этого события что-то у вас поменяется. Если у вас альтернатив нету, и просто идти на события или не идти, я думаю, что имеет смысл пойти. Если есть альтернатива пойти на это событие, или есть какое-то другое мероприятие, тот уже каждый пусть сам решает и так далее. Вот, я, типа, ну, воспринимаю это так. Ну, и с вашим мнением я тоже согласен, да, это контакты, это какая-то польза от общения, и это отдых. Хорошая отсылка, кстати, как ежик в туман, прикольно. Я думаю, что на этом мы можем заканчивать. Напоследок вопрос тебе, Ибрагим, всем его задаем. Почему анимация? Самые тяжелые вопросы все, которые мне сегодня задавали. Я отвечу, почему не кино и почему анимация. В кино законы физики очень жестко ограничены, и за счет этого ты не можешь сделать такой... Ну, то есть я смотрю в кино, и мне практически редко, когда фильм интересен вне консекта сюжета. То есть я вижу фильм, и мне нравится сюжет, как играют актеры и так далее, но там вот эти законы физики, они всегда одинаковые. А в анимации мне нравится то, что законы физики, можно их ломать и делать по-своему. И если в реальности ты можешь, там, какое-то действие у тебя займет, там, я не знаю, 2 секунды, в анимации ты можешь сам придумать все эти законы, сам найти эти позы и сделать это, там, я не знаю, в 24 кадра, или в 12 кадров, или в 6 кадров, и это все будет считываться, и зритель это поймет. Вот этот момент, когда ты понимаешь эти все позы, влепливаешь, и у тебя это все получается, вот это реально какой-то, ну, кайф, я не знаю. Поэтому вот именно с этой позиции мне анимация очень нравится. То есть именно поиск этой позы и этих переходов – это прям какое-то целое приключение каждый раз, когда я делаю анимацию. В огонь. Отличный ответ. Спасибо. Что ж, на этом мы будем заканчивать. Мы сегодня поговорили про сообщество аниматоров, про то, где и как искать новости анимационные, и зачем вообще их нужно читать. И подробно поговорили про мероприятия, которые существуют в нашей индустрии, и на какие и зачем стоит ходить. Спасибо большое, Брагим, было клево. Вам огромное спасибо. Всем хорошей анимации. Это был подкаст «Кто здесь аниматор?». Ставьте нам оценки и пишите отзывы в приложении Apple Podcasts. Слушайте нас на всех подкастинговых площадках. И до следующего выпуска. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok